25 животных упомянутых в Коране в Коране упоминается ряд известных нам животных это и насекомые и рыбы и пресмыкающиеся и млекопитающие именами некоторых из них названы даже суры священной книги. Предлагаем вам ознакомиться с 25 животными имена которых присутствуют в аятах Корана. Удуд Смысл. Сулайман, производя осмотр своему войску из птиц, не увидел удода. Он удивился этому, и сказал, «Почему же я не вижу удода? Может быть, он среди вас, а я не вижу его? Или он отсутствует?» 20 аят Суры Ан-Намль Тафсир Аль-Мунтахаб Перепел Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Ранее мы дали вам обещание спасти вас от вашего врага, которое было передано вам муссой, и мы спасли вас от него, и помогли вам благополучно дойти до правого склона горы, и даровали вам благой удел, манну, еду, похожую на мед, и перепелов» 80 аят Суры Ан-Намль Тафсир Аль-Мунтахаб «Варона» «Все вне субтитры создавал Дима Тафсир Аль-Мунтахаб «Все он разговаривал» «Все он разговаривал» Смысл. Когда же он, Кабиль, убил своего брата, его охватили горе и растерянность, и он не знал, что делать с трупом. Аллах послал ворона, который разрыл землю, чтобы закопать мертвого ворона, и убийца узнал, как скрыть мертвое тело своего брата. И тогда он сказал, поняв тяжесть совершенного им греха и раскаивая в своем преступлении, «О горе мне! Я не могу, подобно этому ворону, скрыть труп моего брата!» И стал он в числе раскаившихся в своем грехе и в том, что он приступил природный зов крови. 31 аят Суры Аль-Маида, Тафсир Аль-Мунтахаб. Пчела. Смысл. Твой Господь, о Пророк! Внушил пчеле, как устроить себе образ жизни, где и как строить себе жилища, в горных пещерах, в дуплах деревьев, в людских постройках, в виноградных трильяжах. 68 аят Суры Аль-Нагаль, Тафсир Аль-Мунтахаб. Мотылёк. Смысл. Это случится в тот день, когда люди во время их воскрешения будут как разлетающиеся повсюду, избивающие друг друга направо и налево слабые униженные мотыльки. Четвертый аят Суры Аль-Кари'а, Тафсир Аль-Мунтахаб. Камар. 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 Смысл. Воистину, Аллах не смущается, приводит притчи о комаре или том, что меньше его. Те, которые уверовали, знают, что это истина от их Господа. 26 аят Суры Аль-Ба'кара. 26 Аитата Суры Аль-Мунтир Субтитры создавал DimaTorzok И разумеете, эти идолы никогда не смогут сотворить ничего, как бы оно ни было незначительно, даже мухи, хотя бы они и объединились вместе, чтобы сотворить эту маленькую тварь. И если эта маленькая тварь похитит у идолов что-нибудь из жертвоприношений, принесенных им, то идолы не смогут отогнать ее от себя или возвратить то, что было похищено. Слаба муха и слаб идол. Оба очень слабы. И как вы видите, идолы даже слабее. Как же может разумный человек поклоняться им и просить у них помощи и благ? 73 аят Суры Аль-Хадж Тафсир Аль-Мунтахаб Саранча Смысл. Их взоры будут потуплены от сильного ужаса. Они выйдут из могил точно саранча, поспешно рассеявшаяся в своей многочисленности. 7 аят Суры Аль-Хамр Тафсир Аль-Мунтахаб Вошь Субтитры создавал Times 8 о! Богу аллю. 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 Смысл. Мы наслали на них потоп, саранчу, вшей, жаб и кровь в качестве различных знамений. Однако они возгорделись. Они были народом грешным. 133 аят Суры Аль-А'раф. Муравей. Субтитры создавал DimaTorzok Смысл. Когда они прибыли в долину муравьев, одна муравьиха сказала «О муравьи, войдите в свои убежища, чтобы войска Сулеймана не растоптали вас, не замечая этого». 18 аят Суры Аль-Намль. Тафсир Аль-Мунтаха. ПОК Смысл. Те, которые поклоняются другим богам, покровителям кроме Аллаха, подобны в своей слабости и немощи пауку, который устроил себе дом, чтобы защитить себя. Но самое слабое, самое непрочное и неподходящее для защиты жилье – это дом паука. Если бы эти многобожники, не уверовавшие в Аллаха и призывающие помимо Него других покровителей, знали это и были разумны, они бы так не поступили. 41 аят Суры Аль-Анкабут. Тафсир Аль-Мунтаха. 42 аят Суры Аль-Мунтаха. Смысл. Его проглотил Кит. И он заслужил порицание и наказание за то, что убежал от своего народа, потеряв терпение продолжать призыв к истине Аллаха и не проявив терпимости к тем, кто его опровергал. «Если бы Юнус не был из числа, постоянно поминающих Аллаха и воздающих Ему хвалу, он бы погиб в очреве кита и не вышел бы оттуда до дня воскресения». 142-144 аят Суры Ас-Сафа. Тафсир Аль-Мунтаха. Автсир Аль-Мунтаха. «Смысл. Один из спорящих сказал «Это мой брат. У него 99 овец, а у меня одна овца». «И сказал он мне, поручи мне ее, и я буду отвечать за нее, как за своих овец». И он убедил меня своими словами. 23-й аят Суры Сод. Тафсир Аль-Мунтаха. «Козел». «Смысл. Аллах сотворил из каждого вида скота, самца и самку парами. Из овец две и из коз две». 143 аят Суры Аль-Ан-Ан. Тафсир Аль-Мунтаха. «Корова». «Смысл. И когда был убит человек в народе Мусы, и они не знали, кто его убил, Муса сказал своему народу, «Аллах приказывает вам принести корову в жертву». 67-й аят Суры Аль-Ба-Кара. Тафсир Аль-Мунтаха. «Верблюд». «Смысл. Неужели они не размышляют о знамениях и свидетельствах могущества Аллаха, и не смотрят на верблюдов, задумываясь над тем, что они созданы прекраснейшим образом, свидетельствующим о могуществе Аллаха?» 17-й аят Суры Аль-Ан-Ан. Тафсир Аль-Мунтаха. «Лошадь». «Смысл. Клянусь конями тех, кто сражается на пути Аллаха, конями, скачущими, задыхаясь от быстрого бега. Клянусь конями, которые высекают искры из земли своими копытами, когда они быстро мчатся». 1-й, 2-й аяты Суры Аль-Адиа. Тафсир Аль-Мунтаха. «Осел». «Смысл. Аллах сотворил вам коней, мулов и ослов, чтобы вы ездили на них и чтобы они были для вас украшением, которое радует вас. Аллах сотворил и другие средства передвижения, которых вы не знаете теперь, но которыми человек будет пользоваться, если будет правильно думать и найдет средства для использования всех сил природы». 8-й аят Суры Аль-Нагаль. Тафсир Аль-Мунтаха. «Свинья». «Смысл. Запрещенная пища не та, про которую говорят неверующие. Запрещено вам, о верующие, употреблять в пищу только мертвечину, кровь, свиное мясо и то, что заколото с именем других, а не Аллаха». 173-й аят Суры Аль-Ба'Кара. Тафсир Аль-Мунтаха. «Слон». «Смысл. Ты уже, о Мухаммад, достоверно узнал, что твой Господь сделал с владельцами слона, которые намеревались напасть на запретный дом». Первый аят Суры Аль-Филь. Тафсир Аль-Мунтаха. Волк. «Смысл. Он, Исхак, сказал. «Я буду в глубокой печали, если вы возьмете его с собой. И боюсь, если я доверю его вам, то съест его волк, когда вы будете невнимательны к нему». 13-й аят Суры Юсуф. Тафсир Аль-Мунтаха. Сабака. Субтитры подогнал «Слава» Смысл. При взгляде на них можно подумать, что они бодрствуют. Хотя на самом деле они спят. Они переворачиваются с одного бока на другой по нашему велению, чтобы их тела отдыхали от соприкосновения с землей. А собака, сопровождавшая их, лежит на пороге, вытянув лапой на просторном месте. Она также спит, хотя кажется, что она бодрствует. Если бы ты, о слушатель, увидел их в таком состоянии, ты бы убежал от них, испытывая почтительный страх. Сердца всех, кто смотрел на них, наполнялись страхом, чтобы никто не мог приблизиться и прикоснуться к ним до предназначенного для них срока. 18 аят Суры Аль-Кахф, Тафсир Аль-Мунтага. Обезьяна. Аль-Кахф, Тафсир Аль-Мунтага. Смысл. Вы знаете без сомнения тех, которые нарушили субботу, день, назначенный нами для отдыха и богослужения. Они же осквернили себя грехом, производя в этот день лов рыбы. Мы лишили их милосердия Аллаха, изменили их сердца так, что они стали как презренные обезьяны по характеру, поведению и страстям, от которых люди отворачиваются и которых они отвергают. 65-й аят Суры Аль-Ба'кара, Тафсир Аль-Мунтаха. Змея. Смысл. Муса бросил свой посох на землю перед людьми, и он превратился в настоящую змею, а не на что-то похожее на змею, как это бывает при колдовстве. 32-й аят Суры Аль-Шуара, Тафсир Аль-Мунтаха. Жаба. Туфан, 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 Т Смысл. Мы наслали на них потоп, саранчу, вшей, жаб и кровь в качестве различных знамений. Однако они возгордились, они были народом грешным. 133 аят Суры Аль-А'раф Уважаемые друзья, напишите в комментариях, насколько полезным оказалось для вас данное видео, а также на какие темы вы бы хотели увидеть ролики на нашем канале. Мы обязательно учтём ваши пожелания. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик.